Мои витания, глядейские аудитории. Меня зовут Юлия Луквиненко. Я витаю вас из Киева. Я витаю нашу гостю Юлия Латынина. Сегодня публицист, письменница, глядач. Будет с нами на связку. Здравствуйте, Юля. Добрый вечер. Надеюсь, у нас вечер у вас не знаю. Сейчас мы сперем часы. Здравствуйте. Ну, я не знаю, во сколько это покажут, так что лучше сказать доброго времени суток. Окей, хорошо. Я не без заинтереса, буквально за несколько минут до начала нашего с вами разговора посмотрела ваше интервью с профессором Соловьем. Он на голубом глазу уверяет вас в том, что Пригожин жив и в игре идет грандиозное возвращение. Как так-то? Ну, слушайте, он давно это уверяет. У профессора Соловья есть плюсы, есть минусы. Давайте не будем обсуждать. А, то есть все-таки конспирология, как это, его хобби. Не хотелось сказать сильной стороной. Ну, хорошо. А вы-то сами склоняетесь. Какой версии? Я думаю, что Пригожин мертв, как селедка, что он свалился с неба и разбился в этом самолете. У меня нет никаких сомнений. Я вижу также, что его наследство разбирают по частям, особенно вагнеровцев в Африке. Все переписывают, они бегут, они текут. Плюс, кстати, обращаю ваше внимание, что гигантский архив Вагнера в Африке был передан Владимиру Осечкину. Очередная удача Владимира Осечкина. Осечкин честно сказал, что половину передали ЦРУ, половину ему. Вот, соответственно, у нас на стриме мы видели фотографии вагнеровцев, которые никогда не обнародовались. Я даже честно скажу, что это был просто, вот ему передали этот архив, и мы практически сразу сговорились о стриме. Я думала, что, ну что же Владимир успеет из этого архива посмотреть? Ну, судя по всему, просто там такое гигантское количество информации, причем написано всякие журналы боевых действий, которые велись от руки, что, судя, конечно, по нашему стриму, он в основном еще не переварил эту информацию, но просто говорил, а вот еще это есть, а вот еще это есть, а вот еще это есть. Это просто я как хороший пример того, что Вагнер сыпется. Раз они бегут при живом пригожине, ну, извините, ничего такого бы не было. Хорошо, а что вы думаете, что там может быть в этих архивах такого, чего мы еще не знаем? Ну, свидетельства военных преступлений, мы о них и так знаем. Не знаю, что для вас было бы потрясением? Ну, слушайте, архивы всегда замечательны тем, что это доказательство для начала. Вот есть такой историк Леруала Двери, знаменитый французский, который написал знаменитую же книжку «Montayu Village Occitane», Монтayu – аквитанская деревня. В ней исключительно вот эти вот самые бумажки, вот эти вот самые документы только средних веков, где написано, сколько стоила корова, сколько стоила овца, и все это безумно интересно. Вот точно так же, по тем же самым причинам, судим, например, Международного уголовного суда, нужно не абстрактное утверждение, что Вагнер совершал преступление, а нужны совершенно конкретные видео или совершенно конкретные документы или совершенно конкретные показания человека, который говорит, «Я, Вася, видел, как Петя сделал то-то, и было это там-то». Это как-то, знаете, мы все знаем, кто они такие, зачем нам еще доказательства. Если бы это слышал кто-то из людей, которые… Ну как, вот во Западе есть юридическая система. Она заключается в том, что она изучает доказательства, а не наше с вами мнение о них. А, кстати, Городский трибунал в эти минуты, кстати, слушает свидетелей этих всех преступлений Путина и его команды. Там есть и люди, которые стали жертвами насилия в Буче, в Верпине. Там есть дети, которые их вывозили. То есть эти свидетельства, да. То есть вы полагаете, что там содержится какая-то информация о том, что, ну, условно говоря, Путин из… Сколько золотых ручек для своего замка в Еленжике купил Путин? Это вот об этом? Или там есть, дескать, что-то такое, чего мы еще должны… О том, как Путин готовил покушение на Зеленского, на Байдена. Вы вот просто хотят… Мне хотелось понять, в какой категории преступления могут быть описаны в этих архивах. Первое. Я не знаю. Второе. Просто что я могу предположить самого простого? В них описано, что наемники Вагнера получали деньги из Минобороны. И написано, сколько. Или там из российского бюджета, или как. И я еще раз повторяю, что мы даже какую-то немножко смешную вещь обсуждаем. Вот когда Эркюль Пуаро, или вот только что у Джоан Роллинг вышел новый замечательный роман, который я читаю, в них же сыщики занимаются не тем, что они… Ой, вы знаете, кажется, этот грохнул этого. Или кажется, это нехороший человек. Докажи, пожалуйста. Вот на доказательствах строится вся западная наука, и точно так же на доказательствах строится все западное юридическое дело, а все остальное – это мифология. Да, Путин сам подтвердил, он назвал даже суммы из бюджета, которые они перечисляли в качестве учебного человека Вагнера. Но тут любопытное другое обстоятельство. Сегодня Путин дает поручение бывшему начальнику группы Вагнер, Андрея Трошеву, заняться формированием добровольческих подразделений. И это все происходит на фоне, конечно же, объявленной мобилизации. 130 тысяч новых призывников они собираются заполучить. Так что, как видно, не все вагнеровцы устранены или попали в немилость. А, нет, но это тем же концом по тому же месту. Это старая история. Напоминаю, кто такой Андрей Трошев. Это правая рука Спригожина. Это человек, который, в частности, участвовал в организации мятежа тем, что именно за подписью Андрея Трошева ушла бумага, которая разошлась по всему российскому югу, о том, что, вот, дескать, Вагнер сейчас выступает в Россию полностью вооруженной для того, чтобы подписать контракт с каким-то российским ведомством в скупках неимен обороны. И, собственно, именно на основании этой бумаги, как можно понять, с потакания Суровикина, и происходило вот это перемещение, потому что, я еще раз повторю, вопрос о том, как Вагнер дошел до Ростова, и никто этого не заметил, заключался в том, что Вагнер сначала, вернее, его главные части дошли до Ростова вот по этой бумажке, и все считали, что они куда-то в законодательном, в разрешенном порядке идут. А после этого Пригожин объявил, что его обстреляли, и он поднимает мятеж и идет искать справедливости. То есть он сначала дошел, а потом объявил. Ну, естественно, ФСБ тоже же видела, что он идет, и, соответственно, тоже готовила ему ловушку. Так что все это началось гораздо раньше, чем мы видели. Так вот, Трошев эту бумагу подписал, но потом, когда было разбирательство, Трошев, то есть, собственно, Трошев перешел на сторону Путина, ну, условно на сторону Путина, потому что, конечно, Пригожин все время говорил, что он и так на стороне Путина, но это, мягко говоря, его действия не подтверждали. Это, кстати, очень удобный способ поднимать мятеж, когда ты, с одной стороны, против человека поднимаешь мятеж, а с другой стороны говоришь, нет, я только хочу вам верно служить, я ваш верный слуга. Очень удобно, если что, и соскочить и так далее. Соответственно, насколько я понимаю, на встрече Путина с вагнеровцами было тогда впервые озвучено, что вот теперь Трошев будет ваш начальник, потому что он, в отличие вот этого покойника самого Вагнера, он, как я уже сказала, перешел на сторону Путина, якобы были по этому поводу смешки, потому что все Трошева не очень высоко ценили. И вот, да, мы видим, что таки все это подтверждается. Вот Трошеву, то, что сказал Путин тогда на встрече, то и есть ему поручили заниматься остатками Вагнера. То есть можно ли считать, что на самом деле Пригозин не дошел до Москвы, насколько это было эмоциональное вот это его движение, я помню, по-моему, Александр Невдоров предположил, что он просто психанул, никакого сговора не было, заговора не было, никто не был готов к тому, что идет на Москву. Но можно ли предположить, что он не дошел только потому, что было предательство в кругу его соратника, ну, вот, например, там, условно, вот Трошева? Нет, стоп, во-первых, насколько я понимаю, Трошев тогда еще, я не знаю, в каком состоянии был тогда Трошев, я просто напомню, что какой же он психанул, если я еще раз повторяю, сначала пишется бумажка, что мы выдвигаемся, потом Вагнер выдвигается, и только потом, через день или два, Пригожин рвет на себе рубаху и говорит, тут наш лагерь обстреляли, мы выдвигаемся в Ростов искать правды. Тут, наоборот, одновременно Пригожин в это время объяснял, собственно, вагнеровцам, что, типа, это нас Путин попросил помочь, подвинуть Шойгу, и мы должны ему помочь. То есть, наоборот, это была типичная Пригожинская разводка, это просто Пригожинская классика, все, кто этого человека знает, этим объяснил одно, этим объяснил другое, всех развел, а сам в библиотеку и работать, работать, работать. Но поскольку, более того, там же были люди по пути исследования Вагнера, и, более того, видимо, люди в Москве, которые должны были примкнуть к Вагнеру в качестве пятой колонны, и одна из вещей, которая очень смутила, и которая сделала этот мятеж неуспешным, заключалась в том, что, как раз когда Пригожин объявил свой поход, все эти люди были ФСБшниками арестованы. То есть, да, ФСБшники, конечно, видели, но, слушайте, если это видел Христо Грозев, и если это Майкл Наки предсказывал с Русланом Левеевым, то, наверное, для Патрушева это тоже не было большим секретом. Ну, вот, кстати, принято думать, что с ликвидацией Путина, или, скажем, с уходом из власти Путина, Россия будет другой. У вас есть это ощущение, что Россия будет другой? Ну, во-первых, совершенно точно будет другой какой-то... Что будет дальше происходить? Это другой вопрос. Но, например, я практически уверена, что война закончится, потому что нету никакого смысла ликвидировать или уходить Путина, и после этого продолжать войну. Зачем? Хорошо, в таком случае давайте поговорим про идею Суркова. Кстати, вот, не знаю, у вас есть этот инсайт, он делает это по собственной инициативе или по просьбе Кремля. Он предлагает триединство, новое триединство, новый союз Европы, Америки и России. И все похоже на то, что это как бы способ и некая форма... Юля, можно я вас перебью? Первое. Я даже не смотрела, что там предлагает Сурков, потому что это представляет ровно приблизительно такой интерес, как если бы мы будем, я не знаю, откроем ленту Твиттера, найдем какой-нибудь не самый заметный твит, потом поскролим, кто там в комментах, я не знаю, комментатор за ником dirballshill1851 и спросим, а вот о чем свидетельствует этот коммент? Этот коммент свидетельствует о том, что этот человек хочет оставить что-то такое, чтобы его заметили, чтобы хоть кто-нибудь о чем-то у нем узнал. А Сурков отставной козы-барабанщик, это сбитый летчик, это человек, который последние, я не знаю, шесть или семь лет занимается тем, что пишет статьи, которые, я не знаю, что в них есть, но единственное, что в них есть, это крик, заметьте меня, пожалуйста, что я жив. А еще и там Владимир Владимирович, вот вы знаете, я вот тут вот, вам мои услуги не нужны, а его услуги не нужны, потому что я вам открою по секрету, а если люди как-то нанимаются на работу сейчас Путиным, они совершенно точно не нуждаются в том, чтобы писать статьи. Вот они звонят, договариваются, это значит, что полковнику никто не пишет, это значит, что полковнику никто не отвечает на его звонки, причем уже давно. Ну, с какой же мы статьи будем обсуждать, что там написал отставной козы-барабанщик. Я, причем, я честно не знаю, что он написал, потому что меня это не интересует, это слово совсем. Жизнь коротка. Лучше я еще раз книжку по библейской истории почитаю. Ну, весьма-весьма, ладно с Сурковым, но Эрдоган ведь тоже озвучивает якобы желание Путина закончить войну, ведь это он делает. Кстати, пока мы с вами говорим в... Эрдоган? Да, 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 он сказал, что... Эрдоган последний раз сказал бесполезно. Тук-тук. Это что-то переменилось? Нет, нет, он сказал о том, что Путин его убеждал в том, что он хочет закончить войну, но... Это когда Эрдоган сказал, извините, ради бога, просто... Разу после последней встречи с Путиным, сразу после того, как Эрдоган пережил, ну, некое фиаско, потому что так к зерновой заделке его не склонил. Но, пока мы с вами говорим, в Москве проходит концерт на Красной площади под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия», и Дмитрий Песков заявляет, что присутствие Владимира Путина на мероприятии не ожидается. Но, по всей видимости, у Путина есть другая проблема, потому что я вижу, что украинская ДРГ в составе около 50 человек зашла на территорию Российской Федерации в районе поселка Логово Брянской области, и там идет бой. Перекрыты некоторые дороги в Набозыпковском районе региона, и для силовых ведомств объявлен общий сбор. Как вы полагаете, вот работа Российского добровольческого легиона, работа русского корпуса, насколько она может быть эффективна? Вот тот факт, что Путин перенес уже давно войну на территорию России, вот эта стратегия, кстати, по ведению боев на территории России, насколько это может быть эффективно для, не знаю, протрезвления российских граждан? Нулевая эффективность. Почему? Почему? Ну, мы видим, что, во-первых, добровольческий корпус остается очень небольшим, и мало кто, мало кто к нему примыкает. Во-вторых, собственно, те идеи, которые декларирует этот корпус, развал России, создание на ее территории, ну, такой косплей ДНР и ЛНР, это то, что не то, что не вызывает никакого энтузиазма на Западе и Соединенных Штатов, а является их кошмарным сном. Кроме этого, не вызывает абсолютно никакого энтузиазма в России, то есть, вот если, как бы, вот все то, что несет путинская пропаганда, что эти негодяи, они хотят расчленить Россию, то есть, а пятая, а десятая, и тут появляются эти все в белом и говорят, да, мы хотим расчленить Россию. То есть, вы не верите, да, в такие внутри, внутри политические, внутривоенные события в России? Ну, кстати, все виболее. Да, Нет, я верю в то, что может при определенных условиях, вообще известно, что когда война ведется на истощение, а сейчас мы видим войну на истощение, то она обычно вызывает недовольство в армии. Причем она вызывает недовольство во всех армиях, которые ведут на войну на истощение. Люди начинают поискать, в чем выход, люди всегда начинают говорить, что вот там власть, она коррумпированная, она неправильная. Это касается, кстати говоря, еще раз повторяю, не только российской армии, даже далеко не только российская армия. Вот, насколько это далеко может зайти в российскую армию, посмотрим, но в конце концов, в 17-м году это ведь не был народный мятеж, это был прежде всего мятеж людей, которые имели в руках оружие и которым надоела эта война. Соответственно, мы видим несколько вариантов сценариев, чисто теоретически. Первый из них заключается, как я уже сказала, в каком-то армейском мятеже, второй из них заключается в перевороте, устроенном элитой, третий заключается, ну, это как раз наименее вероятный сценарий, но представим себе, что там стремление путинских чиновников накидать как можно, как можно голосов Путину на президентских выборов, приведет к тому, что какая-то часть народа, особенно в Москве, выйдет на улицы и после этого элита окажется перед вопросом либо стрелять в этот народ, либо там взять быстренько что-нибудь сделать с Путиным. То есть, я верю в то, что могут быть очень серьезные проблемы, особенно, как я уже сказала, они вряд ли будут сейчас связаны с поражениями на фронте, но они вполне могут быть связаны с затяжной войной. а в том, что, ну, простите, ради бога, про регион свободы России, но давайте не будем о смешных вещах. Ну, как знать, как знать, но они же существуют, во всяком случае, они хотя бы попытались в любом случае, хорошо. Слушайте, ну, они существуют, ну, вот там это самое, у Путина были шахтеры и трактористы, которые изображали себя добровольцев в ДНР и ЛНР, и то они были шахтеры и трактористы российские, и то, тем не менее, значит, какие-то местные были симпатизанты, они действительно были ждуны и так далее, а покажите мне, кто ждет этих легионеров в Белгороде, ну, вот просто хоть одного человека покажите. Ну, если бы их не ждали, то Пригожина устранили бы прямо там, какие, наверное, там, ну, ладно, мы сейчас к этой теме мы вернемся, вы сказали, вы упомянули про элиту, как кластер, который может, значит, устроить этот самый переворот. Мы, кстати, за несколько минут до разговора с вами говорили с Марком Фегиным, и вот он вспомнил о том, что сербского генерала Младича, по сути, сами же люди и выдали Гагскому трибуналу. Вы допускаете вот такое развитие событий, когда Путин действительно будет выдан своим бывшим окружением, или вот, как вы говорите, элиты, недовольники, ваш не Кремля, существуют они или нет, существует ли между ними противостояние. Вообще, там есть недовольство, по вашему мнению, сейчас, в сегодняшней России. Вы знаете, я как раз по поводу еще русского легиона хочу добавить, что, ну, понятно, что с точки зрения пиара это, ну, такая вещь, которую можно предъявить, особенно, когда там не очень предъявляют, когда, особенно, когда на фронте фронт вступил в затяжную войну, войну на истощение, значит, о чем-то надо говорить, а вот, значит, кто-то там куда-то сходил и сжег курятник. Но я просто еще хочу добавить, что на самом деле существует большая усталость от этой войны на Западе, которая вовсе не приведет, как надеется Путин, к тому, что Украину перестанут поддерживать. Это, можно сказать, точно не приведет. Но, тем не менее, что там среди вещей, которые вызывают явно в той же самой Америке недовольство, почему там был такой достаточно холодный прием Зеленского, почему там Байден не вышел с ним на пресс-конференцию и так далее. Это в том числе вот эти вот рассказы о том, что сейчас вот динуклеаризация России, расчленение России, что там еще. Но вот как, когда секретарь Совбеза говорит, что русские азиаты, а мы человечные. это все, понимаете, не вызывает восторга в Соединенных Штатах, а все-таки от Соединенных Штатах очень глубоко зависит само состояние, там, будут ли Украине давать оружие. И хотя, еще раз повторяю, на самом деле будут давать оружие, но вот это то количество, сколько будут давать оружие. То есть, мне не кажется, что эти действия, ну да, понимаете, они хороши для того, чтобы получить лайк. Особенно в определенной части публики. Но помимо того, что они совершенно никак не сказываются на течении войны, они могут абсолютно отрицательно сказываться у союзников, которые и так, как очень точно сформулировал у меня на канале Станислав Белковский, им не нравится, что Зеленский считает себя новым Черчиллем. Ракеты летят, ракеты летят именно на гологоукраинских граждан. Поэтому там с нашим союзникам это может нравиться или не нравиться, но когда ты президент, главнокомандующий и тебе нужно защищать свой народ, который погибает каждый день, то, конечно, ты должен принять решение, как ты будешь действовать дальше. Я тут, пожалуй, с вами соглашусь в одном аспекте. Когда эти ракеты летят, то тут не нужно думать, давать оружие или нет. Устраните первопричину, устраните Путина, потому что на самом-то деле Путин бросает ракеты не просто на наши головы, он угрожает всей цивилизации ядерной кнопкой всему миру. Поэтому странно, поэтому я и задала этот вопрос. Есть силы, которые вот подобны людям, которые выдали младича как военного преступника, есть ли способные внутри России люди совершить этот поступок? И тогда не нужно будет никакого оружия, конечно. Вы понимаете, в чем тут дело? Мы обсуждаем, есть ли черная кошка, причем это кошка Шрезингера, в черной комнате. В общем-то, когда происходят перевороты, они, как правило, происходят внезапно. Все, что можно сказать, что пациент, то есть политический режим Путина находится в такой ситуации, когда он по определению не меняется с помощью выборов. Любой режим, который не является монархией и не меняется с помощью выборов, потому что монархии и выборах не нуждаются для обеспечения собственной легитимности, у них другие механизмы. Любой механизм, любой такого рода диктатура и тирания по определению в любой момент может быть сменена из-за смерти правителя, из-за революции, из-за восстания элиты и в случае, особенно если ведет страна войну, во время восстания армии. Произойдет это или нет, это, понимаете, как с периодом полураспада. Вот все, что мы можем сказать, что там, я не знаю, атом урана 238 обладает таким-то периодом полураспада. Я к своему стыду не помню сейчас каким. Это значит, что есть вероятность, что данный атом распадется с такой-то вероятностью, но он может одновременно прожить 5000 лет. Вот в чем проблема. А как раз, говоря о Радко-Младиче, я бы как раз помнила другой пример, который, пример Чаушеску, которому все аплодировали, и который буквально за несколько дней до того, как он был расстрелян, получил как-то, просто он выступал два часа, из них 40 минут пришлось на аплодисменты и собрал свои 98% голосов или что-то в этом роде. Дальше началось народное восстание, и дальше силовики встали ровно перед этим вариантом. Они будут стрелять в народ и будут тратить много-много пульса неизвестным результатом, или они встанут на сторону народа и пристрелят Чаушеску. Они выбрали второе. Когда Путин объявляет специальную военную операцию на территории независимого суверенного государства, все наблюдают, как это независимое суверенное государство будет отражать атаку. Но когда говорят, что Путин нажмет ядерную кнопку, он получит ответ. А почему мы не можем стать свидетелями этой военной операции в шок и трепет по устранению особо опасного военного преступника Владимира Путина сейчас? Почему Путин может проводить на территории независимого государства военную операцию, при этом буквально ввести войну и при этом не нести никакой ответственности? И никто не хочет его... Я просто пытаюсь понять. Международные институты, призванные гарантировать не просто украинскую, мировую безопасность, они нуждаются в реформировании, в срочном реагировании, в перезагрузке. Вот какие процессы мы с вами исторические наблюдаем, потому что все сочувствуют, сопереживают, соболезнуют, но при этом никто не может остановить эту беззаду. Юлия, понимаете, дело в том, что человечество ведет крупные войны, ну, наверное, со времени Саргона, потому что до этого войны были исключительно мелкие, там просто племена дубасили друг к другу дубинками по голове, и как-то не существовало никаких механизмов, способных это останавливать. Вот точно так же и в античности, и в Средневековье, и в начале 20 века считалось, что типа если я сильный, если я хочу, то я и долблю. Наш мир характеризуется двумя, на мой взгляд, как раз очень положительными вещами, которые заключаются в том, что, во-первых, во-первых, возникло представление о том, что агрессивная война это война преступная, это война неправильная, чего не было на самом деле ну, просто вот в течение всей истории человечества, потому что еще в 19 веке хочу, я начал воевать, и какая проблема? Вот лови меня, кто сможет. Второе, на моей, может быть, я сильно ошибаюсь, но я помню только один случай, когда агрессор вот в этих новых международных условиях был серьезно наказан, это был Саддам Хусейн, когда он вторгся в Кувейт, 91-й год, как раз только рухнул Советский Союз, и тогда весь мир собрался и сказал нет, и Саддама Хусейна вышибли из Кувейта. И тогда было ощущение, что действительно международные агрессоры, они впервые в истории человечества получают по зубам. Это ощущение на самом деле быстро делось, потому что оказалось, собственно, вот то, что начал Путин, он показал, что этой ситуации больше нет. неизвестно, вот Путин хотел создать многополярный мир, он, похоже, действительно создал многополярный мир, и когда все сейчас всерьез говорят о том, что Китай, возможно, займется Тайванем, вот это результат того, что, как бы сказать, ну, каждая страна думает прежде всего о своих интересах. Соединенные Штаты, которые являются главным, без поддержки которых Украина вряд ли могла бы сражаться и вряд ли могла бы выстоять, и которые, собственно, были и главным основателем коалиции вокруг Украины. Соединенные Штаты в начале этой войны действительно думали, что Путин угрожает всему миру, потому что казалось, что у него могучая армия. Как выяснилось, у него армия не совсем могучая, армия у него юрского периода, особенно в 22-м году, когда выяснилось ее очень сильные проблемы. Сейчас она ведет себя значительно лучше, сейчас она обороняется действительно, но тем не менее совершенно ясно, что там никаких стратегических успехов у этой армии не будет. Соответственно, никому на самом деле, кроме как ядерным оружием, Путин не угрожает. Вот как сказал Блинкин, Блинкин сказал, что наша задача в смысле американцев, чтобы Путин не добился стратегических успехов в Украине. Это вот совершенно ясно, чего хотели бы американцы. Они бы хотели тратить на эту войну гарантирую. Во-первых, они бы хотели несколько вещей. Первое. Во-первых, все американские политики хотят одного и того же. Они хотят выиграть выборы. Это плюс, это минус для любого современного демократического политика. Вот мы тут с Алексеем Арестовичем довольно эхидно обсуждали, что вообще-то, если мы посмотрим на уровень и стратегическое мышление, и просто на уровень образованности и мотивации любого европейского, среднестатистического европейского монарха с 17 по 19 век, то на самом деле это уровень, превышает уровень современного политика демократического, просто потому, что этим монархам не приходилось избираться. У монархов были другие недостатки, но вот это было их плюсом. Так вот, все американские политики думают только одно. Как им выиграть выбор у своих избирателей? Соответственно, у них есть следующая проблема. В Америке большое количество людей, которые являются изоляционистами, которые, собственно, представлены людьми типа Трампа или Вивека Ромасвами, которые говорят, что американские деньги надо тратить на американцев в Америке. Это на самом деле немножко демагогия, потому что абсолютно большая часть того, что сейчас Америка тратит, она опять же тратит на свои же собственные вооружения, то есть это тоже поднимает американскую промышленность, американскую экономику. несущественно, но поднимает, а там все бегает, цветет, пахнет, вкладываются какие-то деньги, производится вооружение. Это вот такое немножечко военное кинесианство, которое, кстати, мы наблюдаем в гораздо большем размахе в России, потому что там просто сейчас вся экономика держится на военном кинесианстве. Вот. Это, значит, первое. Второе, чего боятся американцы, о чем они просто открыто говорят, это то, что Путин применит ядерное оружие, они решают минимизировать риски того, что он применит. А второе, чего боятся американцы, и опять же открыто об этом говорят, что вот если Россия в результате этого дела распадется на части, то там какая-нибудь Воронежская область окажется с ядерным оружием, и потом беды не оберешься. Соответственно, этого они тоже не хотят, хотя, на мой взгляд, это абсолютно надуманные страхи. Насколько Путин применит ядерное оружие, ну, честно говоря, если он будет погибать, причем будет погибать в результате войны, то, я думаю, наверное, применил бы. Ну, вот там Гитлер в мае 41-го нажал бы ядерную кнопку, если бы она у него была. Ответ, конечно, нажал. Поэтому, соответственно, американцы не хотят доводить до мая 41-го. Вот плюс, значит, у них есть еще, насколько я понимаю, та проблема, что именно благодаря Трампу и его риторике, и вот риторике этих изоляционистов, вопрос поддержки Украины превратился, как бы сказать, в вопрос, который не одобряет часть электората. То есть не то, чтобы есть какое-то большинство, которое его не одобряет, большинство абсолютно одобряет, но есть некое меньшинство, которое где-то там чего-то пишет, а вот зачем нам, а вот почему нам, а вот мы хотели, чтобы, значит, на Украину деньги не тратились, хотя, еще раз повторяю, это популизм, и это, ну, на самом деле смешная риторика. Тем не менее, просто вот, насколько я слышала, просто, когда Зеленский был, если я не ошибаюсь, в Сенате, там некоторое количество сенаторов просто оттуда ушло. Они не хотели попадаться на фотографию не потому, что они не поддерживают Зеленского, а потому, что у них перевыборы, и им не хочется вносить вот этот вот разлад в то, что их избиратели, им не хочется делать из этого вопроса вопрос, на котором будет отсеиваться какая-то хотя бы незначительная часть избирателей. Вот, соответственно, поскольку любая страна, в том числе и Украина, в том числе и Израиль, в том числе и Турция, Азербайджан, Армения и так далее, думает прежде всего о своей выгоде. Вот поэтому Соединенные Штаты сейчас, они бы с удовольствием покончили дело миром. Если бы Путин сейчас готов был мириться, я думаю, там же поддерживаются все время какие-то контакты. Часть идут через Соливана с Патрушевым, часть идут через Абрамовича и Чемизова, и там Чемизов добегает до Путина. Они с удовольствием были бы готовы посредничать при любом варианте мирного соглашения. Но поскольку Путин считает, что у него все зашибись, и что он сейчас устроит земную кампанию, что он сейчас опять вынесет украинскую энергостудку и что у него все на Южном фронте хорошо, то, соответственно, поскольку Путин не предлагает никаких, у него просто даже близко нету, тем более, что он пребывает как всегда в альтернативной реальности желание мириться, то, соответственно, ну что говорят американцы, ну хорошо, вот мы будем стачивать путинские войска до тех пор, пока он готов это терпеть. Чем будут стачиваться путинские войска? Ответ, украинскими войсками. Ах, Украина при этом будет нести большие потери. Ну, а типа, а нам-то американцам что? А нам тогда остается только наблюдать за тем, что происходит, потому что на самом деле я вот не исключаю такой вариант, что ядерная кнопка, то есть, я так понимаю, ну вы как драматург вам это легко объяснить, вы полагаете, что все-таки ядерную кнопку может применить в случае ощущения проигрыша в войне, я верно вас поняла? Ну, просто Путину сейчас точно совершенно проигрыш в этой войне не угрожает, потому что американцы, в общем, делают все, что представим себе, там вот украинские войска совершают невозможное, то, что сейчас в виде тактической ситуации выиграть невозможно, допустим, доходят до Крыма, доходят до ворот Крыма, после чего Путин говорит, ой, вот теперь я хочу переговоры, но я вас уверяю, американцы немедленно скажут, да, давайте переговариваться, вот, то есть, получается, что Путина есть страховка, и, собственно, это ровно то, что нужно американцам, потому что у них, насколько я понимаю, вопрос номер один называется, они, дай бог, Путин применит ядерное оружие, и, хотя вероятность не очень велика, и значительная часть это блеф Путина, который он, собственно, блефовал с самого начала войны, когда он еще до начала войны всех бегал и предупреждал, и сливали всякие там люди от Лаврова, и от кого угодно, вот этот Путин, держите меня, семеро, сейчас, если кто-то вмешается, он применит ядерное оружие, и последовательно его блеф частично разоблачался, потому что его первый вариант был блефа, если помните, если США и Европа вмешаются в мою войну в Украине, то тогда я применю ядерное оружие, значит, соответственно, он ничего не применил, второй вариант был блефа, вот если ударят по Крыму, то держите меня с севера, значит, что-то такое ужасное будет тоже, третий вариант блефа был, значит, вот если что-то прилетит на территорию России, то я применю ядерное оружие, это тоже оказался блеф, но тем не менее, это-то был блеф, а вот еще раз повторяю, если Путин окажется в положении Гитлера в 45-м году, ну, тут ему нечего будет терять. Юлия Латынина, спасибо за возможность услышать вашу точку зрения, спасибо нашей аудитории за внимание и доверие нашему каналу, спасибо и до новых встреч, до свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok